Если вы хотите узнать, как взломали Мао Демиан, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Аризона, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором публикуется вся интересующая вас информация по поводу абсолютно всего, что вас может интересовать. Поэтому давайте уже приступим непосредственно к своему видеоролику. Моего дорогого друга, моего, можно сказать, коллегу Мао Демиан, Дмитрия и вот Димона и вот, знаете ли, всех прочих вот этих людей взломали. Ну, возможно, не всех людей, а только одного Диму, потому что он допустил некоторую ошибку. Но об этом давайте поговорим немного дальше. Вообще, я хотел бы начать с предыстории. Обычно я не хочу, знаете ли, лить воду вот в самом начале видеоролика, где-то это в середине делается. Но сегодня у нас другой случай. Дело в том, что когда я только создал, вот знаете ли, свой вот этот вот канал, на котором вы сейчас подписаны, на котором вы сейчас смотрите данный видеоролик, всё дело в чём. Я вот создал такую, знаете ли, рубрику «Никому не нужный», в котором рассказывал о абсолютно ненужных людях в свойственной мне манере. Вернее, абсолютно ни о чём не рассказывал. Просто там, знаете ли, говорил про биографию, говорил про какую-то зашкорь, говорил, почему человек вследствие всего этого может стать ненужным. И вот самый первый выпуск данного шоу, да, наверное, как-то так можно сказать, был как раз-таки про моего дорогого друга Мао Демиана. Тогда он почему-то, знаете ли, с большим таким недовольством, вот, обратил внимание на всё это, сказал, мол, да ты чё, дурак, блядь? То есть, Ангел Касада про меня отзывается вполне нормально, очень даже хорошо. А тут ты, знаешь ли, пришёл сюда, вот чё-то говоришь, чё-то как-то делаешь, натравил своих людей, своих подписчиков, своих, возможно, я не знаю, друзей, кинтофариков, протонов на меня. Они зашли, понаставили дизлайков, понаписали много всяких, знаете ли, различных комментариев по поводу моего вот этого видеоролика, по поводу того, что, блядь, я делаю какую-то хуйню, мало у меня там, знаете ли, мало подписчиков. Кто мне мог из, знаете ли, серверов ГТА сам поплатить и вот всё-всё-всё прочее. Но сейчас я не хочу, знаете ли, как это злорадствовать, а в самом деле хочу сказать, что, ну вот, жалко, что так вышло. Дело в том, что не так давно моему дорогому другу Мао Демиано написали по поводу рекламы какого-то, знаете ли, очередного софта. Ну, разумеется, вы знаете вот эти вот рекламы софта, которого нигде ещё нет, которые никто не рекламировал до него. И нужно, знаете ли, скачать, открыть, разархивировать, запустить, посмотреть то, как всё это работает, заснять это всё на видеокамеру, на все прочие вещи. И после этого выложить весь этот видеоконтент на свой YouTube-канал для того, чтобы вот всё было классно. Ну, берут они сразу, там, знаете ли, прероллов 50, а 75 сотку, и где-то так, и до вот... Я, конечно, файлы не запускаю, но если денюжек пообещать, то запущу даже винлокер. Ну, сами понимаете. От этого самого баггера Такерса и, возможно, даже до Мао Демиано на эти штуки никто не вёлся. Но получилось так, что баггер Такерс появился, когда это только, знаете ли, стало актуальным, да, на всё это. И он этого не знал, и он уже заснял об этом видеоролик. Ролик набрал большое количество просмотров, и об этом узнал большое количество людей, больше на это никто не попадался. Но, видимо, Мао Демиано настолько занят игрой в GTA Samp на проекте Arizona Roleplay. Кстати, сервер Phoenix, он самый лучший из всех серверов, которые только могут быть. Он, видимо, заигрался, подумал, что, знаете ли, нужны деньги, или не нужны деньги. В общем-то, скачал файл, запустил и вообще забил на него, то есть, передумал даже делать рекламу всему этому. Ну, запустил и запустил файл, он не запустился, как бы что-то там немного, знаете ли, луа-скрипты подгрузились, спиздили, своровали, скоммуниздили абсолютно все пароли, и вот вообще непонятно, что было дальше. Но дальше он заходит через несколько часов, возможно, через несколько дней на свой YouTube-канал, и понимает, что с канала-то его выкинуло. Пытается войти, представляете, пароль неверный. Пытается восстановить, там, знаете ли, логин, пароль от всего этого, и тоже не получается, потому что, типа, резервная почта отвязана, а телефон отвязан, привязана какая-то абсолютно другая почта, абсолютно другой телефон, и вообще, то есть, он в растерянности такой, блядь, а что же делать-то теперь, типа, непонятно, что вообще происходит-то у нас там, ну вот, как-то, как-то вот непонятно вообще, такое вообще может быть, такое вообще бывает, или как, или я чего-то не понимаю, возможно. И, в общем-то, вот так все и получается, что Мао Демиано по своей, знаете ли, глупости, как такой, знаете ли, экспонат, ну вот как такое вообще возможно? Когда уже все знают о том, что вот происходит такая хуйня, когда даже уже, я не знаю, топы повыпускали видеоролики о том, что так делать не надо, когда эти пидорасы уже, знаете ли, ухитрились, и уже там как-то по почте все это взламывают, все это делают, но Мао Демиано, он просто, знаете ли, от обычного файла, который ему там скинул какой-то вот человек, который он первый раз в жизни вообще видит, и, то есть, его канал там с практически 64 тысячи подписчиков, он улетел к какому-то злоумышленнику, который вообще непонятно кто такой, да? Сейчас он уже написал в поддержку, разумеется, и просит, чтобы как-то его там восстановили. Но вот тут я вам могу сказать то, что ситуация такая достаточно странная. Кому-то YouTube, знаете ли, каналы возвращает прям моментально, прям, знаете ли, быстро, и все происходит у них замечательно, а вот кому-то вот даже, я не знаю, миллионникам каким-то фифером, да, не получается все это восстановить, и они там плачут, говорят, мол, как так? YouTube, я столько лет потратил, столько лет отдал, а вы не восстановили. Допустим, Баггеру Такерсу восстановили, да и много кому восстановить, там, я не знаю, кто там, Дэнафайн, или как его, вот, его тоже вроде как все это восстановили, и вообще, то есть, ну, непонятно, как со всем этим бороться. Однако, будем следить за развитием событий. Сможет ли Мао Демиано восстановить свой канал или нет, мы узнаем в следующей серии наших видеороликов. Берегите себя и своих близких, не качайте подозрительные файлы, уж тем более, не запускайте их. Всем спасибо, ссылочка на Arizona или PlayFenix, вернее, айпишник находится в описании данного видеоролика, там же мой никнейм, а там же ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok